Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В эфире радиополтком в Риге. Солнце на улице. Программа «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. Всем доброе утро. Рады вас слышать. По-моему, это первое утро после того, как сняли жесткие ограничения, когда я с вами разговариваю. Сейчас май, и мы договорились, что мы опять возвращаемся к летнему графику выпуска программы «Без антракта». Я буду выходить дважды в месяц, по четвергам в 11 часов, чтобы это было не очень рано утром, потому что репетиции уже не в таком жестком режиме идут. И наши гости могут быть доступны и в это время. Вот, поэтому следите теперь за анонсами на сайте радиоболтком, в соцсетях радиоболтком. И я спешу вам представить нашего гостя сегодняшнего по скайпу. Это наш сосед из города Вильнюса. Это соседняя столица. Литовский режиссер Оскар Скоршуновас. Доброе утро, Оскарас. Доброе утро. Не очень тебя хорошо слышно. Двигайся поближе и говори погромче. Так. Сейчас лучше? Ой, так лучше, лучше намного слышно, да. Спасибо тебе большое, что ты решил со мной выйти в эфир. Я очень хотела с тобой поговорить, потому что опыт прошлой недели, который у нас с тобой совместный, это опыт театра онлайн. Я сейчас имела беседу очень интересную длинную с Виталием Манским о том, что такое театр онлайн, и вообще может ли он сохранить те качества, которые есть в обычном театре. И я его убедила, что вот да, мы пережили это состояние присутствия зрителя и актеров вместе, хотя все находились в разных городах и странах. Скажи, пожалуйста, что для тебя, вот как для тебя было это ощущение? Получил ли ты какое-то такое же ощущение живой работы? Я говорю о читке пьесы «Спящие» Мариуса Ивашкевичуса, которую Оскар Аскрушеновас был режиссером, и два дня на прошлой неделе, два вечера, международная команда артистов читала этот текст в режиме зум-конференции. Скажи, пожалуйста, что для тебя, вот какие ты для себя открытия сделал в этом опыте? Ну, это был такой уникальный опыт, и вот уникальность его была связана и с самой пьесой Мариуса, поскольку эта пьеса была написана в 16-м году, и в то время она никак не являлась актуальной или даже понятной. И вот во время всего того, что происходит, во время пандемии и вынужденных мер, с этим связанных, другая она стала очень такая актуальная и даже страшно актуальная. Но другое дело, это весь, так сказать, собранный коллектив замечательных людей, которые читали, которые эту читку превратили в некий театр. Ну, это творческое такое пребывание со всеми из разных-разных стран, оно было, конечно, уникально. Меня очень это как бы зажгло и украсило мою карантинную жизнь, скажем так. Ну, для тебя же это тоже был первый раз такой опыт, когда ты работал с людьми, которых ты не знал раньше, никогда не встречал, у тебя не было никаких ни кастинга, ни знакомства какого-то, ни входа длинного, да? Ведь мы встретились все в первый раз в Зуме 30 апреля, когда все увидели друг друга в первый раз, и ты увидел этих актеров всех в первый раз. Это же такое довольно стрессовое, наверное, было ощущение первое, а потом оно исчезло. Ну, как бы сразу исчезло, даже этого и стресса-то не было, поскольку это было все так невероятно. Эти расстояния между людьми были, кто-то там был в Канаде, кто-то еще где-то, то есть беседовали через целые океаны, и вот, кажется, эти расстояния невероятно сблизили людей, а может сама эта ситуация карантина, когда все были полны такой, можно сказать, любви к один другому, к театру, к этой ситуации, когда мы преодолели нечто невозможное, вот, и это было, конечно, замечательно. Скажи, а вот ты сказал, сама ситуация карантина, которая вдруг высвечивает совершенно другие чувства, да, в людях, недостаток любви, потому что ты находишься в замкнутом пространстве, недостаток света, ощущение этого света и солнца. Мы с тобой, когда обсуждали разные вещи, мы с тобой говорили о том, что вот эти два месяца вынужденного нахождения в одиночестве для кого-то, для кого-то в кругу семьи, они вообще изменили отношение ко многим жизненным ценностям. И мне очень понравилась твоя формулировка, которую ты сказала, что это такой условный социализм, когда, в общем, у людей, независимо от дохода, возможности примерно одинаковые. То есть мы не будем сейчас, конечно, говорить о том, что да, кто-то может купить себе самолет частный, полететь, несмотря ни на какие запреты и деньги, и купить все разрешения. Но в массе, конечно, люди оказались примерно в одинаковых условиях. Все вынуждены были сидеть дома, учить детей самостоятельно онлайн. Какие-то ценности материальные перестали иметь значение, потому что куда ты денешь эти бриллианты, которые у тебя есть, или что-то еще, или там часы дорогущие, которые твоим домашним не нужны. Как ты вот этот момент, что для тебя стало важным в этот период времени? Ну, во-первых, я, конечно, я как наблюдатель, можно сказать, поскольку вот этот... это некая ситуация, это перформанс пандемии, с ним связанным карантином, он представил, ну, какое-то невероятное вообще мирозрение. То есть вот это... Я, честно говоря, ходил по городу, по улицам, все эти пустые улицы, все эти... Ну, это просто такие сюрреалистические видения, которых, ну, можно было видеть, можно, наверное, только во сне. То, что происходило как бы с миром, то есть когда Папа Римский вещал во время Пасхи в пустой базилике, чего не было вообще в истории крестьянства еще, а также другие как бы визии, которые предложил этот этот перформанс пандемии, это что-то такого уникального, и я, наверное, и каждый чувствовал некую вообще уникальную экзистенциальную какую-то... экзистенциальное чувство. Я как-то где-то в глубине души мечтал все-таки увидеть апокалипсис, поскольку это, наверное, было бы связано с такими уникальными вообще происшествиями, видениями, визиями, а также поступками людей. И вот в этом это что-то было похоже. И, конечно, приходящие мысли были за это время, а ищать они такие, которые, наверное, никогда бы не пришли в голову. тут можно было и невозможно было не думать вообще о всем о мироздании, о хрупкости мира, людского существования, понимания также одиночества. А с другой стороны, да, эта пандемия, этот перформанс предложил некий духовный социализм, где все сидели в своих закрытых целях. И это было совсем приятно, поскольку когда ты сидишь один, а весь мир радостно тусуется, а ты сидишь, допустим, с книжкой или пишешь чье-то там, ты чувствуешь себя неудачно и некомфортно. Вот когда все сидят и все закрыты и все скучают, вот тогда даже не скучно. И приходит некая спокойствие. вот вот это спокойствие конечно захватило, можно сказать, и в этом спокойствие, в этом социализме оказалось, что можно быть очень продуктивно даже в той ситуации, когда ты отделен как бы от мира. вот по первой, 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 вот именно первой неделе этого карантина, они были как-то очень духовно интересны, творчески даже, интересны. но все имеет некие свои миты, и как допустим в обе человечества или там допустим некий особенный образ жизни, он конечно имеет свой лимит. И мы можем поститься и надо поститься, но не больше. Приходится таки желание просто работать, работать привычную свою работу, допустим, реально ставить спектакль. Скажи, а вот опыт этой читки, он тебе компенсировал вот эту потребность работать в некоторой степени? Это же для тебя были какие-то новые тоже условия и новые люди, и новые условия, новый формат. Он тебе дал какое-то ощущение того, что ты реализовался? да, и как бы это самореализация, она такая тоже была очень интересная, поскольку все-таки происходила происходила как бы я немножко себя чувствовал как в ноевом ковчеге. То есть собрались некие люди, которые тут видели какое-то может свое спасение читая эту пьесу. Кстати, зрители были тоже убраны в этот посажены в этот ковчег. Их было не столько и много. И тут было такое интересное чувство, что вот вы и мы вроде избранные и делаем что-то такого, что не имеет никакого большого практического и такого практической нужды но этим мы как бы спасаемся и спасаем то, что допустим что есть театр в каком-то странном обществе, что есть театральное творчество, что есть вообще общение именно в такой ситуации. Вроде задерживаем какое-то предпустили того, что мы можем вообще исчезнуть. исчезнуть тяшер, исчезнуть немногие формы вообще культуры, общения. И вот этот ковчег Ноевский он, конечно, дал особые ощущения и вместе с тем размышления. Конечно, и сама пьеса к этому содействовала. Вот эта дистопия мир, который уже в будущем, а чувство было, что будущее очень недалеко, а может оно уже и сейчас происходит. То есть мир в будущем будет и может даже и сейчас есть абсолютно другой, никогда уже не будет такой, какой был. Ну то есть как вот мы сейчас говорили, возвращение к старому миру невозможно, он все равно уже изменился необратимо. И даже старые привычки, к которым мы стремимся, они трансформировались до такой степени, что в каком-то будущем они приобретут другие качества, наверное, да? Я надеюсь, да, я надеюсь вообще-то, что мир вернется в свое русло и со всеми хорошими и, к сожалению, плохими своими сторонами. Но тут оказалось, что есть возможность вообще-то другого мира и жить по-другому и что мы можем приспособиться к этому. И это меня настораживает, честно говоря. я в своей жизни уже не раз переживал тотальное изменение мира. Когда-то, когда я жил и учился в советские времена, в той эпохе, я учил историю, и мне было дико странно, как люди могли воздвигать воздвигать баррикады, вкладывать свои права. То есть в этот исторически застойный период, который, кстати, чем схож с этим нашим карантином, он не давал вообще, он казался вот, что вот этот застой, он как бы навиг когда каждая секунду чувствовал, что ничего в мире не изменится. И вдруг как бы пахнуло, перевернуло, все изменилось. Начались революции, баррикады, палая беденская стена, изменилась абсолютно ценность людей и их профили, действия. Все абсолютно поменялось. Экономические связи, этические, моральные, понимание вообще мира, а потом пришла очень быстро и вообще абсолютно другой экономический строй и с этим связанные вообще возможности, которых вообще даже не возможно представлять. А тут еще пришел вся технологическая революция, появились значит все интернеты, айфоны и так далее. И я вот однажды как-то ехал из Парижа в Турин на поезде и вдруг мы ехали через Алпы в испытанные корки там за окном и вдруг раздается звонок и звонит друг старый друг еще с советских времен. И я начал с ним говорить, там не очень-то хорошая связь, я ему говорю, слушай, вот я еду через Альпы, он говорит, да, я сижу в Токио в Небоскребе и я вдруг прикинул, мы с ним говорим, он в Токио в Небоскребе, а я еду поездом через Алпы. То есть если бы мне еще 15 лет назад или там 20 лет, а я был взрослый 25 лет, мне бы, что вот ты когда-нибудь будешь ехать с этим поездом через Алпы, который тогда вообще не надеялся увидеть живьем в жизни никогда, а тебе твой друг вот с другого двора будет звонить из Небоскреба, я бы, конечно, этому, мягко говоря, не поверил бы. То есть насколько этот мир меняется и именно меняется при нас, при наших поколениях это просто изумительно. И вот то, что кстати, я сейчас вспоминаю свой первый спектакль, который пришел в 90-х годах, конечно, уже тогда много что поменялось, но насколько все будет меняться, я, конечно, не представлял. Но этот спектакль там здесь был по Харпсу. И вот как бы интуитивно мы сыграли такой финал спектакля. этого даже не один спрашивает, есть ли в мире то, что может изменить весь мир, и не только этот мир, и другие планеты. И другой персонаж, актриса, единственная актриса, которая играла в этой другой компании, говорит, да, есть. И главный персонаж спрашивает, что это? Она говорит, мышка. Это было всем тогда дико поразительно и дико смешно, но так и происходило, что какие-то вообще до сих пор, до тех пор невидимые процессы вдруг выявлялись и меняли мир. Вот с этой всей короной это просто пришло пророчество, потому что верить, что эта лютубная мышка так поменяла, значит, это пророчество. И вот то, что нечто невидимое, нечто совсем маленькое может поменять то, что самое твёрдое, самое фундаментальное, самое большое абсолютно, это вообще-то всё так хрупко и эфемерно, так вообще-то быстро приспосабливаемся к абсолютно другой жизни, другим понятиям, это меня вызывает некий и восторг и ужас. И этот восторг и ужас уже всё это последнее время, время карантина меня и с друг стороны вдохновляет. Вдохновляю думать о другом театре, других каких-то дискурсах даже, скажем. И вот это как раз и предложило Мариуса пьесы, которые я спробовал читать и рассказывал о ней. Это происходило в Москве, в гостинице «Стандарт». Эта гостиница такая стартоватая, там всё на космическую тему. Какую тему? Космическую. Там везде космонавты на комнатах. Комната такая интересная. Я даже мне телевизора не нашёл, а потом нечаянно нажал на какой-то маленький невидимый пульт, и у меня в комнату ворвался Путин. То есть, оказывается, там телевизор в зеркале, который висел прямо над кроватью, и там я ничьянно нажал, и вдруг огромная картинка появилась, да? Скажем так, кусок, сказавшие мне о чём-то таком важном виртуальном в этой комнате. Так вот, в этой гостинице довольно-таки странной гостинице будущего мы первый раз как раз говорили об этой пьесы. И он мне там читал, рассказывал, я смотрел какую-то фреску то ли Юрия Гагарина, то ли что-то похожего на него, и думал, это всё-таки бред, и как Марису вообще в голову взбрело вдруг писать о какой-то такой неумоверной утопии. И вдруг не прошло даже двух лет или там сколько, даже года, потому что у меня читал много позже. Вдруг это стало абсолютно реальностью. Конечно, из этой пьесы извлеклась как бы для меня некое страшное понимание того, что мы живём в этом мире и, наверное, мы ещё увидим опять изменения, так сказать, строя, строя политического, строя экономического. И там связано будет и некое другое искусство или ценность искусства или театра вообще. Мы живём в такой ситуации, что даже не ясно до конца ли театр, который был, вообще будет ли он когда-нибудь и не является или это уже неким прошлым, таким прошлым, как когда-то был античный театр или театр Шекспира. Надо представить, что же там вообще-то было. Так вот, некая самая главная мысль всё-таки меня очень сильно насторожила, а с другой стороны как бы вдохновляет. Это всё-таки то, что есть в этой дистопии Мариуса, в этой спячей, которая говорит о том, что мир неизбежно будет меняться, что экологическая такая постепенно происходящая экологическая катастрофа демократический взрыв человечества. Он заставит нас жить по-другому, особенно, и что в этом мире в будущем невозможно будет, допустим, демократия. Вот мы видим, что сейчас происходит. Мы видим, что из-за какой-то мышки всё повернулось так, что мы при стражащем карантине и даже в демократических странах испытываем всё-таки абсолютный тоталитарный строй, когда все контролируемые, когда все изолировались, закрытые, и когда становятся по-другому. видим также насколько тут есть больших опасностей, насколько это может играть на руку власти, укреплять её, делать такой абсолютизм какой-то власти опять прийти. И конечно наш абсолютно меняться наша жизнь, отношения, любовь, если хотите, наконец сексуальные отношения, то есть всё это радикально, кардинально изменить. Так вот все эти то, о чём описывает Мариус в этой пьесе, то есть отношения между людьми, их понятия вообще идентификации своей, когда человек может быть с одной стороны кем угодно, может быть мужчиной, женщиной, другим, иметь другое тело, это всё выбирать, значит, все эти возможности, а с другой стороны, все возможности, появившиеся и вообще невозможностью жить, ну, если не нормально, так хоть бы по-старому, вот это всё, это всё как бы нарушилось, нарушилось вот это некое уже некоторый раз в моей жизни. я понимаю, что мир не окончательным и понятным, и что будущее, оно вообще, вообще непредсказуемое, наша идентичность, которая, допустим, она уже много раз менялась, но идентичность была измятие мира в советское время, потом постсоветские, потом уже, допустим, нынешние, и вот опять мы переживаем этот момент, значит, мы можем меняться, и вообще, кто мы такие, и вообще, есть ли прошлое, сейчас я хочу как-то уже уже и в обратную сторону посмотреть, да? Да, себя, и потому что сейчас ясно, было ли это всё, что было, и вообще не ясно, что будет дальше. Вот это, с одной стороны, говорю, очень интересно и меня вдохновляет, и как-то мысли почти совсем по-другому руслу. Стало, честно говоря, вот эта маленькая мышечка заставила как-то меня, и, наверное, не только меня, мыслить очень глобально. И вот это тоже, которая такая глобальная, говорит вообще о всём строе мира и истории будущего, если оно раньше казалось некой предзвятостью, предзвятостью, то теперь это звучит очень просто ощутимо, актуально и вот. Скажи, пожалуйста, в Литве сейчас разрешили репетировать? Вы можете собираться труппой? Просто в Литве комедия. Наш главный рулищ карантина, из главных такой Тиви Рига, который является министром здравоохранения. Он вдруг сказал, а чего вы не репетировали? Репетировать вы могли. И соблюдая расстояние. Тут как бы театралы и весь сектор искусства, сцены вдруг просто обломались. Сгулились за это время. Они могли репетировать. Никто не запрещал, да? Скажи, пожалуйста. Запрещают просто то, что как бы могли репетировать, это все запрещают показывать. Это интересно. Какой смысл репетировать, если потом это ни во что не вырастает? Скажи, вот в Латвии сейчас разрешили мероприятие на 25 человек, и Даугавпилский театр объявил о том, что он возобновляет сезон с 22 мая, и некоторые театры тоже думают, вот Далис театра, в котором ты выпускал спектакль, работал 5 лет назад, у тебя был спектакль, тоже будет открывать какой-то небольшой театр во дворе у себя, на свежем воздухе, впереди лето. У тебя нет никаких планов такого опен-эра? Вдруг ты сейчас подумаешь в эту сторону, вдруг тебе... мне прям даже общая подруга с тобой, Живили Монтвиллайт, и она же на этом специализируется как раз на всяких уличных мероприятиях. Как в Вильнюсе, как ты думаешь, было бы людям интересный театр на улице? Ну, во-первых, вот у вас 25, и у нас более все либерально, а может потому, что либерально немножко больше, у нас 30. Ага. 30 зрителей возможно, да? 30 зрителей возможно, но и то в таких расстояниях, что для них нужны самые большие залы, которые находятся вообще-то в Литве. Вот. Но для нас, для как театра независимого... Мы говорим про театр Оскара Сокрашенова, ОКТ-театр, да? Да. Это абсолютно невозможно, поскольку нам важна окупаемость, и тут никакой окупаемости в этом нету. Конечно, для 30 людей театр возможен, потому что театру нужно вообще-то коллективное восприятие. Без коллективного восприятия театр не существует. Но 30-е это уже некое коллективное восприятие. но как может государственные национальные театры, допустим, в будущем, если зал там 600-700 людей будет пускать 100-150 людей, может показывать спектакль. Поскольку ну и додатки, которые будут покрывать некие минусы от такого показа. это конечно очень это конечно не даст реальную это будет некая эффекта, это не даст реальную жизнь театра. И это коллективное восприятие будет такое болезненное, сколько театр связан не только с вообще коллективным переживанием, слушанием и просмотром, это самое главное, что это происходит в зимнейшем зале. То есть все, что связано с настоящими людьми, с аншлагами, с невозможностью достать билеты, с этой некой очень живой такой перпомотивностью театра. Оно, конечно, значит, ну такая очень скудная и просто активная. То есть сидят там 30 людей с масками, да ищут другого это можно поклить театралу в самом худшем сцене, наверное. Ну, скажи мне, пожалуйста, извини, я тебя останавливаю, потому что наше время истекает, нам надо заканчивать. Мы можем с тобой говорить бесконечно, я предлагаю еще продолжить как-нибудь разговор в другом, может быть, формате на эти темы, потому что мне кажется, это очень интересно. Вот эти прогнозирования будущего, такая экстраполяция своего мнения, а потом вдруг ожидаемое, неожидаемое всплывает в реальности. Мне кажется, мы живем действительно в какой-то период, когда каждое наше предположение либо оправдывается, либо нет, и мы это можем увидеть в ближайшее время. Я тебе желаю работы хорошей в твоем театре с твоими любимыми актерами и каких-то новых экспериментов, которые мы можем еще придумать и сделать. Я жду с нетерпением возможности приехать посмотреть те спектакли, которые я не видела и в национальном театре, и в твоем театре, то, что я не видела. Я следила за твоими трансляциями, то, что вы показывали Оскар, как Крашуновоса театра выкладывала в интернете. И вот недавно была Миранда твоя. И я очень надеюсь, что вот этот опыт показа спектаклей из архивов может быть, что все-таки он сохранится и мы можем, невзирая на изоляции и карантины, в какой-то момент зайти на сайт театра, нажать кнопку архивные спектакли и посмотреть то, что нам хотелось давно посмотреть, то, что мы пропустили, не увидели, и то, что это будет в каком-то доступе для всех и всегда. Спасибо тебе большое, я тебе желаю хорошего дня, хорошей погоды и хороших перспектив нам всем. Спасибо, Оскарс. Спасибо. Пока. Пока.